В принципе, в идеале. Красивая машина у вас. ГТИ, ЦДИ. ГТИ. Вот какая. Здорово, это Новый день и новая серия на канале Мозаи Дейли. С вами Миро Мозаика. Вот мой инстаграмчик. Ребятки, пишите комментарии побольше. Можете ставить лайки и аванс. Мы погнали смотреть новую серию. Но перед началом новой серии передам привет Мишане из Кмельницкого. Выздоравливай. Тебе еще сыну Бору доделывать. Новый день. Выезжаю на Долгиновский тракт в гаражи. Хотя нет, сначала подъеду на Рещинского. Куплю новый коралловый круг фиолетовый большой, красивый. А то наш уже совсем маленький и работать неудобно. Один раз купил и хватит надолго. Так что лучше приеду чуть позже в гараж, а то привезу приятный ништяк ребятам. Вот какая двадцать восьмая. Хромом покрашены разварочки. Все, вот такой фиолетовый губка Боб. Красавчик. Сейчас мы будем терти, терти, терти до металла. Все, в гараже переоделся. Пойду сразу посмотреть, что к Антоше приехала. О, как я люблю. Тихо, 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 тихо. Красотища какая. Ух ты. Щик. Ух ты. Ой, ой, ой. Чужие. Нам-ням-ням. Галактика. И второй порожек тоже под переварочку идет. Ой, мрак. Так, а я пойду, наверное, вольфик терти. Красиво. Вот, помните Ситроен. Антоша взял, увеличил объем багажника. Все, осталось тут варить. Это кошмар. И все. А было ж вот так, вот так, вот так, вот так. Стапель делает вещи. На вопрос, а где куски металла оставшиеся, ну, когда их тянули, их оторвало, потому что там все сгнило. Сейчас будут наваривать, все нормально. Красиво делать. Короче, вот такой вид имеется. Машина стала похожа на машину. Вот так вот все пока более-менее ровненько. Сейчас протираем. Накидываем еще чуть-чуть, чтобы еще раз все поры закрыть. Ну, короче, лепнина, лепнина, лепнина. Но тут на самом деле небольшой слой, и это радует. Просто надо все вывести максимально красиво, чтобы потом на солнце не было каких-то просадов, провалов и так далее. Хотя они все по-любому будут. Элемент не идеальный, но все же. Так, по этой стороне трохи наделал делов. Там Владик подсыпал. Тут подсыпали. И сейчас у меня тут появилась такая Toyota, ярость. Помните ее? Надо вот это вот все почистить и обработать. Понеслась. Все, коралловые щетки и щетки по металлу дали результат. Сейчас еще сниму фонари, не подними, тоже зачищу. Все, обработано. Последовали вашим советам, обработали эпоксидным грунтом, кислотным грунтом, форозаполняющим грунтом. Также оловом оцинкование холодное сделали. И все это еще подливали, загрунтовали, покрасили и даже в цвет попали. Ну, вы поняли, ребят. Да, блин, на самом деле любая вся херня должна со временем приезжать, вскрываться и смотреть, что там произошло. Ничто не вечно. То есть по-хорошему приехать к владельцу ярости через годик, снять бамперочек или самому это сделать, посмотреть, что там да где, почистить снова, снова обработать. Ну, у нас же, ну, как у стоматолога, но у нас же как это все делают? Появляются у стоматолога только когда зуб начинает болеть и очень дико. Вот такая вот печалька. Ну, на самом деле был вообще мрак. Стало-то неплохо. Но все равно эта машина уже, эта машина уже далеко не пойдет. Так или иначе вечная жизнь этой машине точно не светит. Ну и в принципе все, Тойотка обработана, Гольфик готовится, ждет завтра. Завтра будем его снова тереть. Пора выезжать. Поеду к Валерке в гости. Что в черном ящике? Что в черном ящике? О, а нам стульчик будет сидеть. О, а там труп. Понимаете, надо сравнить. О, блядь. Давай фонт. Ну что, ребята, время ночное. Выезжаю на Октябрьскую. Человек написал мне, что нужно на двух машинках нарисовать стекла задние. Поэтому летим на Октябрьскую и делаем стерек. Альфочка и паутик пеха. И, ребят, я все время думал, что они лифтбэти. Ну, ни хера. Открою, пожалуйста. Тут, наверное, самый маленький, ну, по металлу, именно, крышка багажника. Крышка багажника, наверное, самая маленькая, которую я встречал. Все. Вот так вот это выглядит. Прикол. Я всегда думал, что со стеклом все поднимается. А багажник глубокий. Ух ты. Так хрен вы что увидели без вспышки, а я вам не покажу, что вспышки, потому что там хлам. Здорово. И сейчас будут любимые слова Валерки. Это новый день. И вот Валерк у вас. И мы едем сегодня по делам катаемся, короче. Ух ты. Гоночно-какошно. Троечка какая. Ммм, какой вкусненький караван. Или воет. Караван вроде. Ням-ням-ням. Давно замечал, что именно владельцы этих даджей, они прям так холят и левят свою машину. Ну, в смысле, они у них у всех хлам гнилые. И они вечно все с дырами или вот такими латками катаются. Даже не красят их. Но потому что это большая машина, это кормилица, не расстаются с ней никогда. Это жесть. Катались, катались, заехали по делам в одно местечко. Здесь, смотрите, какой гольф. Сейчас я вам покажу, какие ништяки в нем есть. Фара линзованная. Решетка без значка. ГТИ. Не гольф, но рамка. Губа присутствует. Дальше у нас здесь суппорт. Спелая вишенка. А здесь у нас суппорт. Алая черешенка. У нас есть Скорпион на ниппеле. Дворники. Рейсинг. Назову это департмент. Я не могу это прочитать. Раз. Рейсинг департмент 2. За рулем. Рейсинг департмент 3. Также здесь есть Тойота. Богоподобная Тойота ТРД. Рейсинг департмент 4. Снова Тойота. Рейсинг департмент 5. И немецкий флаг. Рейсинг департмент 6. ВРЦ. Ммм. Гольф пульсирует. Да. Черешенка. Задние барабаны. Данный гольф катался на Нюрнбург ринге. Тут у нас тоже рейсинг. Флажок. Присутствует. Адвесик присутствует. Моторспорт присутствует. Атлант М присутствует. Автохаус Вольбург присутствует. Гольф Спортс присутствует. Снова пульсирующий гольф. И по-моему уже седьмой раз рейсинг департмент. И тоже ТРД. Ммм. Восьмой рейсинг департмент. Такие чехлы. От Passat 4 у нас здесь руль. С аирбэгом. И даже в дверных картах. Значок. Вот такой вот гольф. Весь на тюнинге. На правильном тюнинге. Все. Мы выдвигаемся дальше по делам. Жадина. Дизель жадина. Натрется. Котлета. Ну, судя по котикам, вы поняли, что мы вернулись в гараж. Да, в гаражике ГТИ. ТДИ. Как-то так. Орли. Короче, будет пушечка, пушечка, гоночка, гоночка. Ну, я думаю, вы поняли. Так как тут уже вот такие вот разобранные ситуации. Значит, будет гоночка. Так, а ситуация у нас следующая. От Валерки я отъехал пока. Поехал сейчас на Модилевскую. Чтобы забрать бардачок в мягкую торпеду. Но тут ситуация не самая приятная. Вы, наверное, помните, как-то мы с Валеркой ездили к одному человеку. У Владислава разборка покупать там много чего. Я купил себе стаб, торпеду, дидрач. И Валера там тогда брал, по-моему, себе приборку. Так вот. И оказалось, что бардачок там с шильзиком 16В. И его, оказывается, забирает уже другой человек. Я говорю, слушай, ну пипец. Как-то так. Ладно, говорю, забираю туда у тебя торпеду. Бардачок у тебя будет. Ты мне скажи. Ну, докуплю, так сказать. И аж с того времени никто мне не продал бардачок. Типа у него его не появилось. Говорит, возьми, напиши Эдуарду Иванову. Эдуард Иванов тоже долго морозил. Не мог в Минск все никак попасть. Я психанул. Владиславу разборки. Говорю, слушай, так давай же решать вопрос все-таки. Ты мне обещал бардачок? Давай сделаем. Ой, блин, а у меня оказалось... Это повеснял мне уже. Говорит, у меня там есть, но они все конченые, коцаные. Говорит, то есть вопрос там закрыть не может. Короче, благо сейчас Эдуард Иванов едет в Минск. И сейчас надо будет забрать у него бардачок. Но, Владислав, разборка. Как бы базара нет. Все остальное я у тебя купил нормально. Но за бардачок тебе жирный дизлайк. Так, в принципе, что у нас есть? У нас есть два бардачка. Я приехал, уже встретился с Эдуардом Ивановым. Тут, получается, сломан кусочек. А здесь этот кусочек целый. И за 10 рублей мне отдали два. Просто надо будет крышку открывающуюся переставить туда. И все, в принципе, будет окей. И надеюсь, что проблема с бардачком наконец-то решена. Здорово. Новый день начинается с заправочки. И с такого вот красивого кодила. Опачки. Прикольно. Красивая машина у вас. Редкая. Ну и также сегодняшний день встречает меня барабанной трубью по крыше. У нас прошла уже, наверное, вторая гроза весенняя в этом году. Так что ждем наконец-таки лето. И вот такая погода. Там солнце, там жесткие тучи сзади. Тоже все в тучах. Ну, я думаю, так. Ну, надо. По воле и влаге, значит, скорее появится зелень. А то деревья до сих пор какие-то серые, унылые. А хочется уже красоты зелени и так далее. Ярких красок. И гроза быстро закончилась и снова загорело на небе солнышко. Даже уже подсыхать успевает. Красава. Ну, а я куда? На Валентинский тракт снова тереть гольфа. И не только. Так, я на гаражах. Мне сегодня выдали работу над Форт Мондео, у которого в хлам полез лак просто на капоте, на крыльях. И мы это все счищаем. И это, я вам скажу, жесть полная, потому что это уже продлевается несколько часов. Ой, жопа. Ладно, погнали. Фух, замучился. Но лак сняли. Сейчас перемотываем здесь восьмисоткой. Убираем баранов. Ух. Потом красим. Вообще тут просто надо человеку пройти техосмотр. Человек парится, что он не пройдет техосмотр с полезшим капотом. Поэтому нужно просто сделать минимально красиво. А так это Форт Мондео. И так много любви ему. Ну ладно, все равно, как бы, все машины достойные бабок. Он мне аж тоже сьер ухолил и лелеял. Потому что хорошая. Все, восьмисоткой прошелся. В принципе, можно грунтоваться. А Владик пока все еще смагается с моим крылом. Это випец. Так, Владик там уже грунтует капот. Крылышко еще перетерли. И ко мне приехал добрый подписчик. Вроде из Березино. Ехал, по крайней мере, точно. И привез вот такое крыло. Да, в принципе, в идеале-то. И комплект узких молдингов. И еще такие вещи, которые, ну, под ручками на гольфе овальные. У меня уже были две. Еще три или четыре привез. Ну, пусть будут. Короче, немного донатов, ништяков. Очень приятно. И еще раз большое спасибо Николаю Нестеренко. От души. И вот как-то так. Вроде весь день чем-то занимались, но снимать было особо нечего. А я отъезжаю с гаражей. Вечер. Надо успеть взять одну машинку на фотосет. Я так и не понял, только я сейчас с владельцем поеду. Или у меня просто ключи от своего автомобиля. И я буду его фоткать. Ну, сейчас увидите, что это за тачка. Вы ее, наверное, уже... Да, кто давно подписан, видели в моих влогах. И, короче, я уже на гаражах. Фотик при мне. И вот такую клюху. Помните ее? Будем снимать сегодня. Врум, врум, врум. Пушка-гонка. Короче, полетели, полетели. Подписом. Вот и подсняли Денчика и его Clio Sport. И, в принципе, на этом пока все. Домой отдыхать. Походу, где-то здесь нужно заканчивать серию. Так что, ребят, вы знаете, что делать. Вот мой инстаграмчик. По поводу приветов, поздравлений с днем рождения и так далее. Можете написать мне в инстаграм. Открываем новую рубрику, так сказать. Да и, в принципе, все. До скорых встреч. Пока.